Xiaomi Mi 9 Lite — очередная топовая новинка от компании Xiaomi. Еще не стих ажиотаж вокруг Redmi Note 8 Pro, как компания представила очередного конкурента своему же аппарату. И сейчас просто голова идет кругом, потому как годных аппаратов вокруг столько, что выбрать подходящую модель для себя становится все сложней и сложней. Цена данного смартфона у нас калибрится в районе 16 тысяч рублей, что очень заманчиво, учитывая наличие модуля NFC, AMOLED-экран и проверенный процессор Snapdragon 710. И как я уже ранее говорил, он является прямым конкурентом Redmi Note 8 Pro, потому как цена у них практически идентична. Но если рассматривать модификацию на 128 ГБ, то к конкурентам можно отнести и Realme XT. И как вы понимаете, у меня в наличии есть все три смартфона, поэтому делая обзор на Xiaomi Mi 9 Lite, сразу будем его сопоставлять с Realme XT и Redmi Note 8 Pro. Вы на канале Smart Life, приступим! Комплект поставки стандартный. Скрепка, зарядное устройство на 12,5 А, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, инструкция, ну и собственно говоря, сам смартфон. Смартфон продается в трех вариациях цвета. Жемчужно-белом, голубом и черном, как в моем случае. Диагональ смартфона составляет 6,39 дюймов при соотношении сторон 19,5-9 и Full HD Plus разрешений. Матрица Super AMOLED, переднее стекло имеет закругление 2,5D и оно у нас ударопрочное, Gorilla Glass 5-го поколения. Олефобное покрытие на экране также присутствует хорошего качества. В верхней части видим фронтальную камеру с эстетичной капелькой по центру, ну и разговорный динамик с различными датчиками. А вот индикатор событий тут вверху нет, он расположился в другом необычном месте. Внизу видим достаточно тонкий подбородок толщиной в 3 мм. Управление шестерами туризовано, на экранные сенсоры на кнопке также можно задействовать. На верхней грани расположился 3,5-мм джек для наушников, микрофон громкой связи либо шумоподавления и копор для управления бытовой техникой. С правой стороны металлическая кнопка управления питанием и громкостью, выполненная из металла. Внизу перфорация основного динамика, разъем USB Type-C и отверстие разговорного микрофона. С левой стороны комбинированный лоток под 2 наносим либо наносим и microSD-карту. Сзади видим надпись компании Xiaomi, которая имеет подсветку и является своего рода индикатором событий. Ну и в верхней части основная камера, стоящая из трех модулей со вспышкой. Задняя крышка смартфона у нас выполнена из стекла, боковая грани сама основного смартфона это у нас уже металла. К сборке претензий никаких нет, никаких деформаций, все кнопки сидят плотно, тарахтящего автофокуса нет. То есть в этом аспекте все у нас замечательно. Давайте сопоставим данный аппарат по габаритам с Realme XT, посмотрим. Ну в принципе габариты схожи, но все-таки Mi 9 Lite будет самую малость покомпактней. И теперь в сравнении с Redmi Note 8 Pro. И вот Note 8 Pro, конечно, по габаритам будет значительно больше данного аппарата. То есть эргономика у Mi 9 Lite самая лучшая, он лежит в руке самая удобная, я бы так сказал, благодаря более компактным габаритам. И то, что здесь такие края имеют загнутые, в принципе, хорошо лежит в руке. Также хотелось сказать пару слов про индикатор событий Xiaomi. То есть если вы привыкли класть смартфон экраном вниз, то хорошо, пропущенный вызов будете видеть. Если же наоборот привыкли, то пропущенные вызовы не увидите. То есть всегда теперь привыкайте класть экраном вниз смартфон. И еще пару слов про силиконовый чехол. Силиконовый чехол перекрывает камеру, и это хорошо. То есть она устарапаться не будет, то есть это тоже в принципе в категории плюсов. В общем, внешний вид и сборка у смартфона хорошая, никаких претензий и нареканий нет. Работает смартфон под управлением перименной прошивки MIUI 10-й версии на базе 9-го андроида. Прошивка глобальная, с поддержкой беспроводного обновления. И, кстати, одно обновление по воздуху ко мне уже прилетело. Значит, ну в принципе MIUI прошивочка очень функциональная, так многие уже знают. То есть здесь у нас есть отстроенная температура дисплея под себя, более тонко настраивать можно. Темная тема есть, тоже в принципе хорошо, кто привык к AMOLED и темной теме, это положительно сказывается на автономности смартфона. Разблокировка двинным тапом и также есть функция DC Dimming. То есть смотрите, сейчас понижаю яркость, видите, мерцание есть. Включаю устранение мерцания и оно практически исчезает. То есть это хорошо, у кого уставали глаза от AMOLED-экранов, теперь здесь у вас такой проблемы не будет. Также вот индикатор событий здесь у нас включается по настройкам, все его можно подрегулировать. Безграничный экран тут у нас либо управление на экране сенсор кнопками, либо управление жестами. Жестами, как и всегда, то есть так назад, так меню, так задержали список последних приложений. И между последними приложениями вот так вот долгим нажатием у вас будет переключаться. То есть в принципе все стандартно. То есть функционал у меня очень большой. Тут всяких там тонких настроек, управления одной рукой, всяких там дополнительных жестов хватает. И в принципе здесь все у нас замечательно. Лаунчер выглядит таким вот привычным образом. Google сервисы были все предустановлены. Верхняя шторка выглядит вот таким вот привычным образом. С этой стороны лента виджетов, но это все у нас выключается. Значит, что еще хорошо у нас? Ну, FM радио есть, Google сервисы, я уже сказал, что предустановлены. Давайте очищаем приложение с памяти и запускаем стандартно. Play Market посмотрим, как у нас скорость прогружается. Все хорошо, все стандартно. То есть никаких раздражающих факторов нет. То есть по программно-стреляющей все у нас замечательно. То есть, как видите, всем пользоваться можно без подтормаживания. Никаких проблем и нареканий у вас возникать не будет. Но сразу скажу, что видите, сейчас Xiaomi начинает уже устанавливать от Google набор, можно сказать, номеров. И поэтому здесь нету записи звонков. Раньше в MIUI были записи звонков, теперь ее нет. То есть есть такие вот недочеты. Ну, а так в остальном все у нас по программно-стреляющей хорошо. Давайте проверим работу сканера печатков пальцев. Ну, смотрите, стандартный сканер в экране. То есть работает довольно-таки хорошо, никаких претензий к нему нет. Функция Face ID тоже отрабатывает хорошо. То есть пользоваться всем этим делом можно без проблем. Работает смартфон под управлением процессора Snapdragon 710. Это у нас 8-ядерный процессор, выполненный по 10-й нейтрому техпроцессу. Имеет два более мощных ядра Cry360 и 6 с более пониженной тактовой частотой. Графический чип Adreno 616. Разрешение Full HD+. Платость пикселей составляет 403 ppi. Значит, оперативной постоянной памяти. В моем случае 664, но также есть версия на 628. Скоростная память, LPDDR4X и постоянная EFC 2.1. Это хорошо. Модуль NFC у нас здесь имеется. Все в порядке. Бесконтактная плата передачи данных есть. По поводу датчиков тоже у нас здесь все в порядке. То есть практически полный набор. За исключением датчика кола и датчика давления. Но как бы они не особо важны. Мультитач у нас здесь касаний. Все в порядке. С Wi-Fi модулем тоже все хорошо. Через 4 стены пробивает без проблем. Поддержка полосы в 5 ГГц тут у нас есть. В Android 2 наш телефон набирает 207 тысяч баллов. Для сравнения, посмотрим результаты Realme XT на 712 Snapdragon и Redmi Note 8 Pro на Helio G90T. Здесь показатели самые-таки вот минимальные. Но разница между 712 и 710 вы в реальности вряд ли сможете заметить. Но как бы между датчиком Helio G90T он немножко пошустрее. Но опять-таки совсем такая вот минимальная разница в повседневном использовании. Она вряд ли вам будет заметна. Так, хорошо. Теперь давайте остановимся на экране. Экран матрица AMOLED. То есть сразу видно, что у нас насыщенная картинка. Углы отзора хорошие. Глубокий черный цвет. По запасу яркости тоже. И на ярком солнце сможете без проблем пользоваться. И в полной темноте. Плюс не забываем, есть функция DC Dimming. То есть у вас глаза уставать не будут. Давайте сопоставим его с Realme XT. В принципе, два абсолютно идентичных экрана. Я бы так вот сказал. То есть в принципе и там и там AMOLED. Видно, что глубокий черный цвет. Насыщенная картинка. Но подсветопередача немножко различается. Но совсем незначительно. Но в целом бы я эти два экрана поставил на одну ступень. А вот Redmi Note 8 Pro имеет IPS матрицу. И она немножко такая вот. Не такая от насыщенная. Не такой вот глубокий черный цвет. То есть по премиальности матрицы, конечно, Redmi Note 8 Pro немножко проигрывает Realme XT и Mi 9 Lite. В общем, по экрану здесь все замечательно. Никаких проблем и претензий нет. Телефон работает во всех необходимых сетях. И поддерживает все необходимые бенды. В том числе 7 и 20. Качество разговорной динамики и микрофона отличное. Слышал собеседника отчетливо и без каких-либо потерь. И он также меня слышал хорошо, без каких-либо помех. Звучание в наушниках. Есть поддержка кодека IPTX. Это значит, звук здесь годный. Проверял через свои наушники. Реально все очень и очень годно. В сравнении с Realme XT ни какой разницы вообще нет. То есть, звук в наушниках одинаковый. А вот Redmi Note 8 Pro немного проигрывает, потому как он не имеет поддержки кодека IPTX. Здесь, в этих аппаратах, этот кодек у нас поддерживается. Давайте проверим на звучание внешних динамиков. Ну что могу сказать. В принципе, внешние динамики у них сопоставимы. Какой-то разницы я не заметил. То есть, они во всех аппаратах четкие, звонкие, громкие. С хорошим частотным диапазоном. И по запасу громкости все у них отлично. Произведем GPS-тест нашего смартфона. На улице на сегодня пасмурная погода. Немного срывается дождик. Но, несмотря на такие вот тяжелые условия для GPS-навигации, спутники ловят он отлично. Порядка 30 спутников определяет. GPS, GLONASS и BDO. Поддержка у него есть. Значит, с играми у смартфона полный порядок. То есть, практически все игры на максималках сможете играть без проблем. Асвальд девятый. Танки на максималках при комфортнейшем образом идут. Но вот PUBG, к сожалению, на максималках вы не сможете выставить графику. Там только на высоких значениях. То есть, там есть такое программное ограничение. А если заговорить за конкурентов, Realme XT, в принципе, имеет такие же игровые возможности. Разницу между 712 и 710 Snapdragon в играх заметить очень и очень сложно. Realme Note 8 Pro себя в танках проявляет хуже, потому как танки под Mediatek не очень хорошо оптимизированы. Но вот в PUBG там ситуация немного получше. То есть, видите, в зависимости от игр. Но если, к примеру, играете в PUBG, получается, Realme Note 8 Pro немного будет лучше проявлять себя. Если в танке, то как бы 710 Snapdragon, ну как бы Mi 9 Lite и Realme XT будут себя проявлять лучше. Вот такая вот у нас история. Ну, в любом случае, как бы по играм здесь все у вас в порядке будет и переживать вообще не стоит. При этом нагрев корпуса достигается до показателей в 38 градусов. Я дискомфорта никого не испытывал. Процессор греется до показателей в 48. То есть, это стандартное значение для процессоров от Snapdragon. Проверим яркость фонарика. Как видите, по запасу яркости здесь все отлично. Яркий, мощный, никаких проблем не имеет. Значит, основная камера у нас имеет три модуля. Основной на 48 Мп для широкоугольной съемки. И также для измерения глубины резкости. Напоминаю, что в Realme XT и Redmi Note 8 Pro там основной объектив на 64 Мп. И также там вспомогательный есть еще объектив для макросъемки. Хотя особого смысла в нем лично я не вижу. Значит, интерфейс у нас здесь стандартный. То есть, здесь у нас переключается на такой вот цифровой зум 2Х. Также у нас широкоугольный объектив переключается. Искусственный интеллект. Режим HDR. Запись видео максимально поддерживается в 4К, но нет стабилизации. Только при Full HD 30 fps есть стабилизация. Замедленная съемка есть. 960 кадров, но в разрешении HD. Либо 120 кадров в разрешении Full HD. Ночной режим. Портретная съемка. И вот здесь в ручных настройках выставляется режим 48 Мп. Смысла в этом режиме я особо не вижу, потому как качество снимков особо не улучшается. Если в Realme XT и Redmi Note 8 Pro 64 Мп режим реально улучшает качество снимков, то есть более детальными их делает, то здесь как бы 48 Мп такие номинальные. Поэтому неспроста его спрятали в режим профиль. То есть по сути, если вы фотографируете в таком стандартном режиме, то разницу по камерам между этим смартфоном и Redmi Note 8 Pro и Realme XT вы не особо увидите. Но вот если вы будете фотографировать в режиме 64 Мп там, а здесь 48, то как бы увидите разницу. Ну сейчас сами сможете все это оценить и понять, о чем я говорю. Но в целом камеры фотографируют годно, претензий к ней нет. То есть и ночью фотографируют хорошо. Плюс не забывайте, что можно улучшить качество снимков за счет Google камеры. Так как Google камера реально улучшает качество снимков. Фронтальная камера здесь у нас на 32 Мп тоже фотографируют очень годно. То есть претензий нет. В общем, связка камер здесь классная. Классная. Но опять-таки тут сравнивайте, сейчас посмотрите в сравнении с Realme XT и Redmi Note 8 Pro, и там сможете понять, насколько качество снимков у них различается. Произведем тест камеры нашего смартфона. Значит, запись видео производится в Full HD разрешении, но 4К также у нас поддерживается. Проверим работу автофокусом. Как видите, все у нас быстро, моментально. Теперь давайте пройдемся, посмотрим, как у нас отрабатывает стабилизация. При Full HD она работает, при 4К, к сожалению, стабилизация у вас работать не будет. Произведем цифровой зум. Стандартно у нас зум в 6 раз. Детализация достаточно хорошая. В общем, качество видеосъемки на достаточно высоком уровне. В принципе, претензий нет. Но хотелось бы в 4К стабилизацию. Теперь давайте проверим запись видео при недостатке света. Снимаем сейчас в 4К разрешении. Фокус отрабатывает моментально. С чистой кадром все хорошо. В полной темноте тоже у нас полнейший порядок, никаких проблем нет. И так с фокусировочкой тоже все быстро. Ну и напоследок, привычная запись видео со вспышкой. Яркости у нас более чем достаточно. С чистой кадром тоже все хорошо. И с фокусировочкой тоже все быстро. С чистой кадром. С чистой кадром. С чистой кадром. С чистой кадром. Аккумулятор у нас здесь не съемный. С честной не заявленной емкостью в 4000 мАч. Значит, час просмотра видео в HDK часы по Wi-Fi на YouTube при средних показателях яркости посадил мой аппарат на 6%. Час игры в Asphalt 9 при таких же значениях яркости посадил аппарат на 14%. За ночь при активной картинке потерял у меня 2%. В принципе, показатели на уровне того же Realme XT и Redmi Note 8 Pro. Разница может быть у них немного небольшая, но я так вам скажу, что в принципе все 3 аппарата на день гиперактивного, либо там 2, либо 3 дня такой вот умеренной эксплуатации вам будет аппарата хватать. Быстрая зарядка у него поддерживается, то есть скорость зарядки и автономность у смартфона отличная. Итак, друзья, давайте подводить итог. Как и всегда, для того, чтобы вывод был более реактивным и наглядным, воспользуемся наши таблицы и со всеми характеристиками. Что можно сказать про данное устройство? Ну, это реально топ за свои деньги, то есть смартфон сбалансирован очень и очень хорошо. Понравился его AMOLED-экран с функцией устранения мерцания DC Dimming. Также емкий аккумулятор на 4000 мАч. Мне кажется, сейчас это вот минимальная емкость должна быть во всех смартфонах. Модуль NFC у него есть. Металлический корпус, точнее, основа смартфона. 300-мм джек для наушников есть, Type-C, E-K-порт. Что еще тут в категории плюсов можно отнести? Поддержка кодека IPTX. Достаточно неплохой процессор Snapdragon 710, мощности которого хватит для всех повседневных задач. Ну, как бы, в принципе, все, все. Смартфон реально классный. Никаких таких вот видимых недостатков в нем нет. Хотелось бы, чтобы здесь камера была, как вот на Redmi Note 8 Pro и Realme XT. 64-мегапиксельный датчик. Вот, тогда было бы вообще, наверное, идеально. Хотя, опять-таки, если фотографировать в стандартном режиме, то разницу между камерами вы не увидите. Только вот, если фотографируете в режиме 64-мегапикселя и любите делать такие вот приближения, кроп, то тогда как бы разницу увидите. Но, опять-таки, только для таких вот тонких любителей фотографий, которые любят делать кроп и приближать все до всяких там мелочей. В общем, аппарат реально годный. И рекомендовать покупки его можно. Что вы думаете о начале данного устройства, пишите в комментариях. Также не забывайте принимать участие в вопросах ВКонтакте. И ставьте лайки, если хотите поддержать данный канал. А я буду потихоньку готовить мега-обзор этого смартфона с участием, ну, как бы, Realme XT, Redmi Note 8 Pro. И еще добавлю три смартфона. Xiaomi Mi 9T, Honor 20 и Meizu 16XS. Кстати, он уже ко мне приехал, сделаю на него обзор, а потом уже буду заниматься мега-обзором. Думаю, к 11.11 все сделаю, так что не переживайте. Все успеем до распродажи, сделаем мега-обзор. Если не хотите его пропустить, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. На этом большое всем спасибо за внимание и до скорых встреч в будущих обзорах.